Электромобили на сегодняшний день являются востребованными и популярными у водителей со всего мира. Только один американский производитель Tesla продал с апреля по июнь 2023 года 466 тысяч машин. Это на 83% больше, чем в прошлом году. Покупатели привлекают стильный дизайн, удобство и комфортный салон. Но самое главное, как отмечают производители, это экологичность и безопасность для окружающей среды. Сегодня этот вопрос остро стоит на повестке дня у каждой страны. Все больше осваиваются альтернативные источники энергии, которые используются в создании электрических машин. Но все не так радужно, как может показаться. Немецкие исследователи из Мюнхена сравнили показатели выбросов углекислого газа при производстве аккумуляторов и машин внутреннего сгорания. Показатели у электрокара оказались даже больше, чем у обычных машин. Это, конечно, до сих пор не решен экономически выгодный способ утилизации аккумуляторов батарей, которых очень большое количество при эксплуатации любого электромобиля. Соответственно, с увеличением числа этих самих электромобилей, которых мы будем применять, а мы их, скорее всего, будем применять больше, возникнет вопрос, как их утилизировать так, чтобы это было эффективно и недорого. Второй вопрос, о котором все забывают, это то, что у электромобилей при эксплуатации, при движении и торможении износ покрышек больше, чем у обычных двигателей внутреннего сгорания. Соответственно, количество сажи, которое остается на дорогах, и, соответственно, так или иначе попадает либо в водную среду, либо в воздух, в который мы дышим. Подобный отчет проводила инженерная компания «Рикардо», которая сравнила выбросы углекислого газа при создании обычных автомобилей и электрокаров. Исследования показали, что при создании машины с двигателем внутреннего сгорания выбрасывается 5 тонн углекислого газа, тогда как электромобиль выбрасывает практически 9 тонн. Половину из объема занимает производство батареи, которые и держат заряд. Как отмечают ученые, переход на электромобили будет полностью безопасным только тогда, когда весь мир перейдет на безуглеродные источники энергии. При производстве любого аккумулятора, не только для электромобиля, используются, скажем так, либо редкоземельные металлы, либо так называемые тяжелые металлы, которые при попадании в водную среду, либо в почву, наносят существенный вред экологии. В первую очередь наносят существенный вред живым существам, это и животные, и люди, которые пьют воду, дышат воздухом. Потому что при попадании тяжелых металлов в почву, рано или поздно это оказывается на нашем столе. Вот это основная проблема, которую необходимо решать. Электромобили далеко не совершенная технология. Их производство, как оказалось, пагубно воздействует на атмосферу и экологии всей планеты. По данным Министерства транспорта, на июль 2022 года только в России насчитывалось 23 тысячи электромобилей. По выбросам углекислого газа мы занимаем четвертое место во всем мире, а ежегодно в атмосферу попадает полтора миллиардов тонн. Развитие альтернативной энергетики позволит улучшить состояние нашей планеты.